МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги первого рабочего дня в студии Олега Танзейский. Новости начинаются. Наринмар посетил патриарх московский в Сеаруси Кирилл в Ненецком округе. Предстоятель Русской и Православной Церкви побывал впервые. Программа визита святейшего в заполярный субъект оказалась довольно обширной. Для посещения Богоявленского кафедрального собора и осмотр будущего духовного центра «Русская Арктика», строительство которого представлено еще несколько лет назад. Между тем, предстоятель Русской и Православной Церкви совершил для жителей региона божественную литургию и обратился к ним с пастерским словом. На службу пришли более сотни верующих. Репортаж Ивана Кутенникова. Момент поистине исторический. Предстоятель Русской Православной Церкви впервые ступает на Ненецкую землю. В Наринмар патриарх Кирилл прилетел после того, как совершил молебен в самом северном храме России. Он расположен на острове Южный. Это архипелаг Новая Земля. Из аэропорта в Богоявленский кафедральный собор Наринмара. Здесь предстоятеля Русской Православной Церкви встречают местные священнослужители и прихожане. Приветственное слово Святейшего Патриарха многие верующие записывают на мобильные телефоны. Я рад, что Господь привел меня в Наринмар для того, чтобы вместе с вами помолиться, разделить с вами радость совместного общения, познакомиться с церковной жизнью здесь, на северном побережье и рубеже нашего Отечества. Я придаю очень большое значение таким поездкам, потому что они дают мне возможность увидеть верующий народ, почувствовать биение жизни церковной, познакомиться с жизнью людей, а значит и получить нечто очень важное для понимания тех задач, которые сегодня стоят перед нашей Церковью. Визит Патриарха был запланирован в канун большого церковного праздника – преображения Господня. В Евангелиях он описывается как явление божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе. В русской народной традиции этот праздник также именуют яблочным спасом или вторым спасом. Главное событие – визита предстоятеля Русской Православной Церкви в Наринмарх. На божественную литургию в храме Ненинского округа собрались более сотни верующих, чтобы вместе, едиными устами и единым сердцем прославить Бога и причаститься к святых христовых тайн. Все желающие попасть внутрь не смогли, поэтому рядом с собором установили экран, на котором службу транслировали в прямом эфире. Божественная литургия длилась более двух часов. После окончания службы предстоятель Русской Православной Церкви обратился к прихожанам с пастерским словом. Если есть такая потребность, нужно помолиться. Но не только предрассудки мешают нам иногда совершать молитву, но и обстоятельства жизни. Возможность увидеть и услышать патриарха Московского и всея Руси для жителей региона стало большим событием. Да еще и в канун Великого праздника. Я очень хотела, чтобы патриарх Кирилл прилетел к нам в город. Очень ждала этого дня. Верила, что он прилетит. Я верю в Бога. И Бог есть любовь. После крещения моя жизнь очень изменилась. Сегодня великий день. И я думаю, что это замечательный, знаменательный день для всех жителей нашего города и региона. И такая возможность прийти и послушать, поприсутствовать на службе, которую проводит патриарх Московский и всея Руси. Это, конечно, великое событие, которое нельзя пропустить. Поэтому я сегодня здесь. Это праздник Господний. Это я всей душой, и дома на Украине была. Я все время ходила в церковь. Каждый праздник, каждое упоминание, все даромочки. Только этим я и живу. Радуюсь тому, что я сегодня вместе с вами, мои дорогие. На севере Руси, на Ренмар, замечательный город, который порадовал меня красотой зданий, очень красивой раскраской этих зданий. Он не производит никакого гнетущего впечатления. Как то было еще несколько лет тому назад, по фотографиям, я мог себе представить, каким был Наринмар, да и весь наш русский север. Не обошлось и без подарков. Предстоятель Русской Православной Церкви вручил временно исполняющему обязанности губернатора Нинского округа патриаршую грамоту. Мы даже, наверное, в самых своих смелых мечтаниях не могли предположить, что получим благодарность из ваших рук. Для нас это большая честь, но у нам предстоят еще и дела будущие. Вы знаете, перед нами стоит большое дело строительства Арктического собора. Ответный жест. В свою очередь, глава региона подарил высокому гостю икону, исполненную в северном стиле, на которой изображен святой адмирал Федор Ушаков. Скорее всего, она займет свое место в будущем Духовно-просветительском центре Русской Арктики. Его патриарх московский ФСА Руси Кирилл осмотрел сразу после службы. Работы по возведению центра начались еще в 2013-м, но два года назад они были приостановлены из-за нехватки финансирования. По замыслу, Арктический собор должен стать одним из главных символов Заполярья. Проси Господи, помогай Бог вам. Проси Господи, помощи Божией. На этом визиты святейшего патриарха в северные территории нашей страны не заканчиваются. Уже в ближайшие дни предстоятель Русской Православной Церкви посетит Великоустежскую и Котловскую епархии, а также Соловецкий монастырь. Иван Кутенников, Любовь Пермякова, Александр Дуркин, Владислав Носкин и Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Столицу региона в минувшие выходные посетил и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. В Наринмаре он провел совещание по исполнению так называемых майских указов 2012 и 2018 годов. Открывая заседание, полпредпрезидента отметил, большинство показателей в Ненинском округе уже выполнено. Впрочем, вопрос все же есть. Беглов напомнил местным чиновникам о том, что основная цель указов – улучшение качества жизни простых граждан. В частности, северяне не должны чувствовать себя отрезанными от большой земли и ущемленными в правах. Образование, медицина, спорт – эти сферы необходимо развивать в первую очередь. Важно, что и майские указы 2012 года, и майские указы 2018 года, они направлены на самое главное. Мы уже с вами говорили на эту тему. Они направлены на улучшение качества жизни семьи и исполнение их, как и наши с вами задачи. Когда задают вопросы многие в самом начале майских указов 2019 года, которые говорили, ну вот, трудно, тяжело, того не хватает, другого не хватает, надо затягивать поиски и что-то еще другое, то сейчас, при сечении этого времени, мы с вами понимаем, что все равно бы мы бы эти деньги потратили. Это непонятно на что, на какие-то вещи. Потому что всегда, как в стране, так и в семье, есть свои какие-то задачки, которые для них будут финансированы. Но если сконцентрироваться на определенных направлениях, то можно достичь большего дебютата, чем нежели так по седьмому тратить соответствующие средства. Временно исполняющий обязанности губернатора, в свою очередь, доложил, после определенных проблем с бюджетом, администрации удалось стабилизировать ситуацию в плане реализации майских указов. По словам Александра Цибульского, власти достигли всех зарплатных показателей. Особое внимание о своем выступлении глава региона уделил теме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Здесь нам предстоит еще сделать серьезный рывок. Уже сегодня мы вышли на серьезные показатели по угоду квадратных метров жилья. В этом году уже 15 тысяч квадратных метров введено. Я думаю, что мы больше 20 тысяч в целом по этому году введем. И за следующие годы, как я в том числе доказал Владимиру Владимировичу, мы планируем выйти уже на показатели не меньше 25 тысяч квадратных метров жилья в год, что позволит нам ускоренными темпами решить именно эту действительно очень больную держительную нашу область. Проблемы мы здесь не только идем путем ускоренного строительства жилья, но также и находим различные нормативные инструменты, дополнительные, которые могли бы решить эту проблему. В том числе сейчас рассматриваем уже в такой высокой степени готовности. У нас находится решение, по которому мы хотим оставить за собой право выкупать на вторичном рынке свободные квартиры и переселять, хорошего качества переселять людей с верховаримым жилем, дать на эти деньги, деньги большие. Думаю, что здесь у нас современные депутаты в этой инициативе поддержат, и мы это решение тоже найдем, что позволит нам улучшить жилищные условия жителей нашего область. Цибульский отметил администрация региона. Сейчас крайне заинтересована и в обновлении социальной инфраструктуры. Не так давно удалось сделать прорыв по решению вопроса с рядом долгостроев. Так, например, в Индике возобновились работы по возведению школ и сада. А вот сфера здравоохранения – это вообще отдельная тема, заявил глава региона. У нас действительно здесь специфика опыта, вы правильно сказали, такова, что, наверное, нам не имеет смысла иметь высокотехнологичные центры по, что называется, отраслевым управлениям медицины, но тем не менее нам крайне важно иметь очень хорошую диагностическую базу для того, чтобы мы могли на ранней стадии выявлять сплевания, в дальнейшем уже также за счет бюджета, как мы сейчас это делаем, направлять людей для получения высоко квалифицированной медицинской помощи. В завершении полпредпрезидента Александр Беглов обратился к участникам совещания. На реализацию указа президента от 2018 года из федерального бюджета регионам выделяются значительные средства, поэтому властям Ненецкого округа уже сейчас необходимо определиться с главными приоритетами и провести подготовительную работу. В минувшее воскресенье о профессиональном празднике отметили те, кто не мыслит свою жизнь без неба – представители воздушного флота, а летчики, инженеры, диспетчеры, бортпроводники. Следующий сюжет посвящен семье Шараповых. Одни из самых уважаемых специалистов Наринмарского объединенного авиаотряда уже многие годы трудятся на благо родного предприятия. С родоначальником авиационной династии его сыном познакомилась Алина Ваучийска. О чем беседуют отец и сын, когда встречаются после пусть и небольшой, но разлуки? Наши герои обсуждают предстоящий полет. Сегодня тот редкий случай, когда они работают в одном экипаже. Александр Иванович – один из лучших бортмехаников Заполярья и основатель авиационной династии Шараповых с предельной внимательностью проводит обязательный предполетный осмотр воздушного судна. И вспоминает момент, как любимая внучка провожала в очередной рейс. Она такая смотрела сонными глазами и говорит, дай я тебя поцелую. И вот тут я встал не по себе. Когда экипаж убедился в том, что снаружи винтокрылая машина в порядке, отправляемся в кабину. Перед вылетом необходимо проверить и оборудование вертолета. Ну и здесь основное, что мы должны включить АЗС, да? Которых очень много для людей, не очень следующих. Говорят, что очень много их. Как вы говорите, так запоминаете. Анатомия Ми-8 Александр Шарапов, конечно, знает, как свои пять пальцев. Все-таки 32 года работает бортмехаником. Говорит, больше всего любит нестандартные полеты. Обычные полеты, там рейсы или пассажирские, или вахту возить, это как бы немножко однотонно становится. А вот когда получал допуск на строительно-монтажные работы, вышку ставили на Шапкина, потом эти же работы воспользовались в Арандее, трубы ставили на емкости разового работа, но интересная. Творческая такая, подход должен быть. От винта! Наблюдая за влюбленным в свою профессию отцом, Виктор тоже решил связать свою жизнь с небом. Сегодня он в кресле командира воздушного судна. И о сделанном в юности выборе ничуть не жалеет. Небо, оно тянет к себе, и каждый раз, когда поднимаешься, ощущаешь эмоции. Это прекрасная работа, и у тебя работа, когда нравится, тебе приятно, идешь как на праздник. Вот вам медаль 95 лет гражданской авиации. Спасибо. О том, чтобы неоценимый вклад внесли в развитие. Ну да. И гражданской авиации. Внутри. Ненецкого автономного округа. Сегодня Александр Иванович получил еще одну награду за свою преданность небу. В авиапредприятии семья Шараповых на хорошем счету. Ответственные, трудолюбивые, смелые, одним словом, профессионалы своего дела. Один из лучших, если не сказать лучший бот-механик на сегодня в авиапредприятии с громадным опытом работы. Он является наставником, инструктором. Он подготовил не один десяток борт-механиков. Замечательный человек по жизни. Оптимист, рыбак, охотник. И сделал именно то дело, которое необходимо, наверное, всем нашим сотрудникам делать. Привел в авиацию своего сына. Виктор Александрович сегодня уже тоже командир воздушного судна. Тоже закончил школу, закончил летное училище, пришел в отряд, в родное предприятие и продолжает дело своего отца. Всего же на авиапредприятии трудится 632 человека. Это пилоты, авиатехники, диспетчеры, сотрудники службы авиационной безопасности, отдел перевозок и другие наземные службы. Все они в третье воскресенье августа отметят свой профессиональный праздник – День воздушного флота. Поэтому, если вдруг среди ваших, уважаемые телезрители и знакомых, есть те, кто причастен к авиации, не забудьте поздравить их и пожелать, чтобы количество взлетов непременно равнялось количеству посадок. Алина Ваучейская, Александр Дуркин. Вести. Заполярье. И в завершении выпуска музыканты, поэты и художники в одном месте. Все это фестиваль «Неформат-83». В регионе он прошел впервые, был посвящен субкультуре и неофициальному творчеству. Районы кварталы под открытым небом, мастер-классы по граффити, показ мототехники, выступления скейтбордистов, битбоксеров и многое другое. Организаторы подготовили насыщенную программу. Как это было, смотрите прямо сейчас. На фестиваль «Неформат-83» творческие и креативные представители молодежи собрались в Центре арктического туризма. Программа необычного мероприятия включала в себя выступления музыкальных групп, фаер-шоу и различные тематические площадки. Поучаствовать в фестивале решили даже местные байкеры. Они устроили пока свои техники. Помимо прочего, любой желающий мог пройтись в субкультурном дефиле. Светлана Вокуева со своим 8-летним сыном Максимом подготовили костюмы в направлении косплей. Это молодежное направление косплей. Мы решили с сыном сделать косплей из подручных материалов, без того, что мы нашли дома. То есть картон, всякая ткань ненужная, мех, например. И сделали, сшили вот такие костюмы буквально за неделю. И родился вот такой образ. Максим вот эту шапку практически сам делал. Такой фестиваль в Ниньском округе состоялся впервые. Как рассказала один из организаторов «Неформат-83» Инга Артеева, с идеей проведения они обратились в Центр арктического туризма, где тут же получили поддержку. Также инициативу поддержали профильный департамент, Дворец культуры Арктика и региональный центр молодежной политики. Хотелось бы, конечно, вот более масштабно это все делать. И, ну, понятно, что нужны какие-то и финансовые вливания, там, еще что-то. Вот, ну, больше участников бы еще хотелось, чтобы все-все субкультуры, все неформалы, чтобы они не думали о том, что они странные, они непонятные, они занимаются неизвестно чем. Чтобы все нашли вот свою творческую нишу, и все занимались чем больше творчества, тем наш город ярче, интереснее и веселее. Организаторы говорят, не исключено, что фестивальный формат 83 станет традиционным и в Нинецком округе. Его будут проводить ежегодно. Любовь Пермякова, Александр Бобрякович, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.